Я вот хотел бы вам поговорить, может быть, через вас, чтобы, ну, кто-нибудь вот это видео видел бы там, как я, допустим, да. Я вот такой человек, знаете, вот как, представьте, как будто вот паровоз такой, он идёт такой, гружённый весь, да, и вот ему надо экстренное торможение. И он, ему надо огромное время, чтобы затормозить. Вот так вот и я. Буквально я, мне 50 лет, но я как-то вот начал, задумывался несколько лет только назад. И я не особо вот цирковный человек. Я старобрядец, я кричал старобряцем, да. Вот. Но, вы знаете, вот, просто вот я говорю, что пускай те люди, которые тоже вот на таком перепуте, как я, услышат это. Вот, хотел бы, можно так поговорить с вами, и вы там, может быть, посоветуете мне что-нибудь. Я хотел бы советовать. Вы читаете Евангелие? Вы вообще интересуетесь Словом Божьим? Ты знаешь, я вот, Евангелие, я только, я вот здесь в Шокландии, да, работаю водителем, и Евангелие исключительно я только слушал как, просто как в МП3 формате, скажем так. Ну, всё равно, это без разницы, читать, слушать, это одно и другое. Вот. Тем более, раньше-то люди, во времена Христа, вот, допустим, возьмём тысячу лет, полторы тысячи лет, люди, малограмотных людей было, и люди научались друг от друга с помощью слышания. Я вот могу сказать всем неверующим, да, вот, я тоже был когда-то неверующим, буквально несколько лет назад я, ну, был абсолютный атеист, скажем так, да, вот, очередной отпуск домой, да, и что-то мне вот, как-то вот, мысль такая пришла, надо найти. Была у нас какая-то, помню, была Библия у нас, вот, была Библия, просто вот, такая обычная бумажная обёрточка, такая, проченький формат, и я вот думаю, надо его найти бы с собой, отвезти сюда, вот, вы знаете, я вот, просто, я не знаю, ну, это чудо, и я, ну, это действительно, это первое чудо, которое со мной совершилось. Полка, полка, огромная полка, и там книги, 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 книг два ряда, просто, там трудно найти что-то, и бумажные обёртки, и такие, и вот, вот, знаешь, Сергей, я вот, я просто первую попавшую же книгу беру, и это Библия. Просто, я даже не знал, где её найти, но это первое чудо было. Потом, вот, могу ещё тоже сказать, сколько, ну, лет, года три-четыре назад, вообще был абсолютно человек такой, знаешь, ну, пять лет назад, там, там, ну, всё, там, деньги накопить, и всё такое, да, вот. Вот, потом, всё-таки я начал читать музыку, да, я был такой продвинутый такой, в таком плане, даже современной музыки, кировался, всё такое. Ну, потом подумал, ну, как водителем работаю, так хорошо было им по три книжки какие-нибудь, да, начинал с таких простых, там, детективов, всё такое. И, в конце концов, решил всё-таки, вот, у меня всегда, когда в Стоевскому тяга была, и вот, первое откровение для меня было, вот это вот, братья Карамазова, вот это действительно книга, это действительно, особенно, вот, ну, и потом начал углубляться, ну, как сейчас модно говорить, геополитика, геополитика, да, да, в это началось всяких стариков, прохановых этих всех всяких, да, которых я уже сейчас достаточно уже знаю одних, вот. И вот потихоньку, потихоньку, потихоньку я вот так вот как-то, как-то добираюсь, но хотя я ещё в стадии торможения, скажем так, и, ну, вот, я бы хотел, вот, даже вот через вас, вот, может быть, так, знаете, вот так, для всех людей, неверующих, которые, вот, думают, что Запад, это этикетка, я здесь больше десяти лет, здесь, и могу сказать многое об этом. Я потом, я немножко не готов, потом фотографии вышлю о том, что здесь происходит. Ну, как в Шотландии, вроде бы нормально, вроде бы так. Ну, вот, все храмы, кресты сняты с храмов, вместо них там или дельфинчики, или там розы ветров, вот. Ну, вот, вот, у нас менеджер один, да, мы делали операцию, да, и он, вот, операцию у него с простатой что-то проблемы были, вот. Вот, у нас работал один такой, ну, скажем, там, чёрный негр, да, вот, но он как-то в чём-то верил. И вот спор у них зашёл что-то, а я где-то мимо проходил, да, и меня так останавливает, а он говорит мне, этот негр, а ты веришь в Богу? Да, конечно, Бог есть. А вот этот вот человек, да, вот, шотландец, всё, который, да, он говорит, ну, ну, как так, как может, ну, вот, я не верю в Бога, потому что, вот, у меня простатит, да, у меня вырезали там половину всего там, что там находится, да, и как Бог может допустить такое? Ну, вот, у них для всех, это Бог, это, ну, как дядюшка такой, ну, вот, идём, добренький такой, приходит, исполняет желание. Дед Мороз исполняет желание. Да, 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 ну, это в чистый фильм, абсолютно, дело в том, что, понимаешь, понимаешь, Сергей, вот, наши сюда приезжают, и буквально через месяц-два становятся протестантами. Абсолютно, полностью, полностью согласен со своими всеми роликами. И, что интересно, да, вот, как вот, хорошо, вот, Мартвен сказал, что легче людей одурачить, чем доказать им, что они одурачены. Недавно, ну, сколько, пару лет назад, один католический костёл здесь, в Абердине, да, превращён был просто в казино. Другой католический костёл, это просто сейчас место, просто как это, фастфуд, это быстрая еда. Вот, здесь несколько есть таких, ну, там, как бы, там это, радуга любви, там такие церкви, вот, ещё одна церковь есть такая, да, и вот те посещают, вот, только вот именно чёрный. Вот именно, вот, именно, вот, вот, просто место сбора. Ну, самое интересное, да, что, вот, рядом, недалеко от меня, одна из церковь, есть одно здание, и за ним другое здание. Ну, есть, в одном здании там всё как-то благочинно, да, а в другом здании, которое за ним, я не раз слышал, я просто мимо проходил, там маленькая дорожка такая, я на велосипеде когда еду, и там просто вот, я остановился, просто потом в ужасе просто был. Такое ощущение, ну, 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 действительно, как проповеди какого-то проповедника экстрасенса. Просто зал, я не видел, что там происходило, а он не было. Но там, там действительно, там была истерика в зале. Там давал крики и все. Ну и как вот заводил именно вот этот сам ведущий, я даже не слышал, не знаю, что там говорилось. Насчет всех, конечно, я это знаю немного, это все, это вот просто сам немножко это крайне глазом видел. Я бы через вас хотел обратиться, вот если где-нибудь в Англии, священник, я хотел бы покаяться, потому что вот вы знаете, ясно обрядник был. Последний раз я каялся, я несколько лет назад. И знаете, что такое покаяние старо-бряческой Маленды, да? Вот приходят там, знаешь, в один день мужчины, в другой день женщины. И вот так они собираются, да, там кое-кто и с душком приходят, и такие, да, веселенькие, да? Нет никаких привязок у человека к Богу. Покаяться можно перед Богом, не надо никого искать. Тем более сегодня это накладное дело, искать куда-то, ездить кого-то. Тем более приедешь потом, да и разочаруешься в этом человеке. Так что не надо никого искать. Господь всегда с нами. Господь, Он живой, как мы с тобой. И Он слышит каждое наше слово и каждую мысль нашу ловит. Пока, если перед Ним, этого будет достаточно. А если уж Ему будет угодно, то Он тебе покажет такого священника, у которого сможешь причаститься. Если Ему будет угодно. Спасибо. А вот это вот все старообрядчество, это все, это забудь, это даже из памяти надо выбросить. Нет уже никакого старообрядчества. Тем более произошло такое воссоединение между старообрядческой и новообрядческой церковью, что сегодня на официальном уровне нету причин разделяющих церквей. Так что сегодня наступают такие времена, что искать уже некого. Все, люди благочестивые кончились. Они еще не до конца, может быть, они еще где-то остаются. Но открыть их сможет только Господь. А так, чтобы самому ездить где-то искать, уж много людей сбило, много ботинок. У нас столько в России, так как было развито еще в 90-е, 2000-е годы, паломничество, вот эта женщина особенно ездила по старцам. Столько попроездили и Россия, и Греция, и все, что хочешь. Вот и Афоны. И столько людей разочаровалось православие в этом. Потому что там нету Бога в этом православии. Это все раздутое пустословие о каких-то старцах, о каких-то священниках. Все это пустое. Это если было когда-то, это было лет 200 назад, 100 назад, когда были благословенные от Господа люди. Ну, можно сказать, такие святые люди на земле жили еще. Сегодня святых нету. Они, если есть, они где-то прячутся от людей. Поэтому искать никого не надо. Сегодня мы с Господом один на один остались. Все, нет никаких посредников. Сергей, ну, вот, мне бы хотелось бы просто исповедоваться. Просто перед кем-то, перед... Действительно хотелось бы. А зачем перед кем-то? Есть Господь, вот перед ним можно исповедоваться. Дело в том, что, действительно, здесь у меня абсолютно нет никаких единомышленников. Абсолютно. Не с кем просто поговорить. Не с кем, ну, вот, на такие нашущие темы. У людей беспокоит только одно. Вот, и я как-то вот, я не знаю, вот, допустим, даже всем тем, вот, людям, которые думают, что Запад это цивилизованный, успокойтесь. Нет здесь цивилизации. Я могу сказать одно даже, вот, скажем, медицина. Хорошие примеры такие. Вот такой городок, да, маленький городок, кстати, интересный такой. Там 20 тысяч всего лишь населения, да. Одна литовка, женщина, решила рожать, да, вот позвонила, там, пришлите, там, скорую помощь. А говорит, у нас все занято, говорит, ты извините, вы там на автобус на остановку едете. Вот так вот тогда. Второй пример более ужасный. Мой друг, да, у него случилась проблема, сердечный приступ. Вот, проблема с сердцем, да, его положили в больницу, в Абердин, в госпиталь. И что дальше? Его обхаживали две недели. Две, даже больше даже. Вот так вот, как вам, что, вот там все там спрашивали, все там, вот такое, вот, вот, все прямо, как будто я не знаю. И, в конце концов, ему так, ну, как кардиографы ставили и в Советском Союзе, это раньше было, да. Ему разрезали просто, тупо, просто взяли, тупо разрезали. Ну, как, ну, сделали местную анестезию, ставили этот кардиограф в сердце, да. И на следующий день, на следующий день, все, до свидания, уходи, пока не будем, все, до свидания, в больницу. Он с болями, абсолютно с болями, с незаживающей раной. Ну, вот, я его как раз-то отвозил. С незаживающей раной, просто вот так вот. И ему, он уже не должен, но, ему подсадили на лекарства. Ему, да, ему сделали пенсию, там, все, он получает, все, там, ему нельзя работать. Если он будет работать, он лишается всех всяких благ, да. Но на свою пенсию он должен покупать лекарства. Я ему говорю, ега, слушай, может быть, поначалу так, может быть, слушай, прекратишь ты к лекарству, там, такое, чего там, да. Ну, ты знаешь, говорит, я попробовал. Говорит, два дня не попил, а потом просто, вот ты знаешь такое, когда вот тебе в грудь бьют копытом. И вот, что интересно, да, когда я его привез к себе домой, он такой, знаешь, вот сначала просто пахнет, потом его дальше в другой городок надо было отвезти, да. Он говорит, ну смотри, мне дали приборчик такой, да, вот я могу всегда посмотреть мое состояние сердца. И он так, мы берем, подключаем этот прибор к сети, к интернету, и все вот так, тук-тук, 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 все это, вот все вот это идет. То есть, есть люди, которые управляют этим сердцем, но он не принимает коблеток. Ну, ему удар такой, принимай дальше. Ну, и за ним как под опытом кроликом там немножко вот так. Иногда бывает, он ужасно чувствует себя. И действительно, в кровати всем лежит, не могу, воняться даже не могу. Просто я думаю, что это вообще-то такие дьявольские технологии. Откровение второе для меня было, это Юрий Воробьевский, Татьяна Грачева. Вот эти книги я когда перечитал, потом Олег Паконов, вот все, когда вот, какой нас историю учили, и какой мы пришли, как говорится, и я вижу, что просто уже начал видеть, что нечто ужасное, что творится. Но когда сейчас вот это, вот это зло начинает вылазить, это для меня это, я не знаю, это может быть ускоряется. И время вот это, вот как один парень тоже с интервью сказал, что время действительно, действительно, время так сжимается, так ускоряется. Происходящее вот 2016 год, страшный год, никто не знает. Я говорю, вот домой приехал, матери, с кем говорю, страшный же год был. Никто не знает. А ведь страшные события произошли, с точки зрения вообще вот православия. Вот дело в том, что до того вот все вот это идет, вот это дурманивание народа всех, здесь то же самое, абсолютно, абсолютно то же самое. Да это все знают, Владимир, это не секрет, что об этом говорить-то, это абсолютно все уже, все кости перемыты, и Россия, и Европа. Да, 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 перемыты, нечего говорить. Это не надо об этом говорить, не стоит даже. Сегодня один вопрос у человека должен, ну, хотя бы маломальский, у которого сердце отзывается на призыв Божий, как приблизиться к Богу, как покаяться и спасти свою душу. Если ты слышишь в сердце хотя бы минимальный какой-то от Господа призыв, ты должен уже вцепиться в него всеми руками и ногами, я не знаю, и зубами, уже искать эту веревочку, тянуть ее на себя. Никто не может говорить, Господь прийти ко мне, если не будет дано от Отца Ему. Вот, то есть, если Господь Сам не благословляет человека, то человек не может прийти к Нему. Если ты слышишь, что этот призыв Господь, значит, благословение на тебя сошло, то не упусти это, потому что Господь может и отойти. Он как дает, так и забирает. Вот, а упустить это очень легко, это охладить к вере, и все. Надо интересоваться, надо искать теперь Господа, а искать его только внутри себя можно. Да я вот постоянно копаюсь, я вот, сначала я думал, что я какой-то там циник там, по своему, там, вот, там, все там, все отвергал, все переворачивал, все. Потом думал, что что, волосы, а сейчас просто вообще ничего не думал, просто, мне кажется, она, не знаю, то ли очистится, то ли вообще очистит сердце свое, так сказать. Господь сказал, блаженны нищие духом, то есть, блаженны люди, которые уповают на Господа, которые на себя не рассчитывают, которые в этом мире из себя ничего не представляют, которые говорят, а что я, я ничто, только Господь. Вот такие люди блаженны, такие люди угодны Господу, таких людей любит Бог, таких людей ищет Бог себе на земле, таких людей все меньше и меньше. Сегодня от избытка информации каждый себя мнит, я не знаю, там, или профессором уже, или гением каким-то. А что, он наслушается в интернете, подборки информации, ходит этим делится, и через это надмивается и тщеславится. А это пустое, это пустое, это нужно все выбросить из головы и сердца и наполнить свое голову и сердце Словом Божьим. Все, больше ничего не нужно. А Слово Божие дает ответ на любые вопросы житейские, не надмиваясь, а просто как легко вот рассуждать по Слову Божьим. Просто ты говоришь, что это, а у тебя спрашивают, откуда ты это знаешь, а ты говоришь, а так говорит Бог, и все. И тебя никто не сможет, понимаешь, покрыть, карты больше нету. Так говорит Бог, все. И в интернете ты не найдешь ссылок опровержения этому. Сергей, вот ты вот такой, знаешь, один из самых главных вопросов, понимаешь, понимаешь, вот я вижу, уже вижу, вот душой вижу разницу между добром и злом, понимаешь. Я сам ужасный грешник, ты не представляешь, какой грешник. Ну вот, понимаешь, вот надо бы действительно полюбить Бога, понимаешь, Господа Иисуса Христа нашего, да. А вот в сердце любви вот этой нет. Как это? Как прийти к этому? Вот именно вот, я не знаю, у меня и сейчас до сих пор грешу. Да у меня вот куча, тут просто напоминаний, напоминаний было очень много, вот, ну, немного, ну, по крайней мере, три. Вот даже человек такой, люблю выйти, 200 грамм, где-то надо вечером выйти, там, с работы еду, там, раз-то, выехал, так, знаешь. И вот, вот тоже вот напоминание, ну, пусть кто-нибудь там скажет, что я там немножко там не того. Я вот тоже самое выпил, а я был почти потеплением фильма Галины Царёвой «По ту сторону земной жизни», первая-вторая часть, да. И вот вторую часть я как посмотрел, да, меня очень ужасно поразило. И вот я вот так вот, после этого, как-то вот, выпил, и как-то вот так вот про себя сказал, господи, покажи, что такое, а, ну, это действительно глупо. И вот, я вот как-то вот, я не знаю, посмотрел в небо, и там как-то вот эти вот облака, они как-то вот вместе соединились в такую ужасную рожу. Вот, я не знаю, может быть, мне это кажется, может быть, мне это действительно показалось. Но я, на самом деле, я думаю, что это действительно было. На это не стоит обращать внимание. И вот, опять же, надо искать существенные вопросы, которые разрешимы. А то, что в небе там, то, что я на потолок сейчас посмотрю, да я из фигурок могу себе такие тут составить ролики. Да, да. Или на стенку, там неровности стены, а можно, на шфантазе, нарисуй тебе все, что угодно. Вопрос надо решать. Вот ты, опять же, подошел к нему и резко от него ушел. А мысли уводят вот некие духи, которые работают над человеком. Вот ты задался вопросом, а быстро они убили нас от этого разговора. Ты говоришь, вот как полюбить Бога, да? Наши глаза не видели, уши не слышали то, что нам Господь приготовил для любящих. И мы можем это унаследовать. Но можем и потерять в большей степени. А как потерять? Да вот так вот относиться, легко относиться к этой жизни и к Богу. Как его полюбить? Да вот, нашелся человек такой вот, Иисус Христос, который это все предложил. Вот за это его можно полюбить. Полюби его за это, что он тебе предложил, понимаешь? И причем за даром, за так. За так. Он говорит, Володь, вот ты вот только исполни заповеди. А заповеди, говорит, мои простые, они не сложные. Какие заповеди? Ты люби меня и люби людей. Все. И все. И ты унаследуешь Царствие Небесное. Ну, спасибо, Сергей. Да, конечно, это, ну знаешь, как говорится, грехов, как блох на барбоске, как кто-то сказал из писателей. И вот я могу сказать, вот эти вот грехи, понимаешь, постоянно что-то ловят. Вот, допустим, последний раз я был в отпуске, да, домой, маму проведать, да, вот. И я с Латвии, с Дагутуса. Вот, с Дагутуса, да. Вот. Поехал проведать, да. Ну вот, и думал, ну, поехал на одну неделю, у меня такая работа, что мне, ну, трудно взять больше. И вот, и думал, что сходить в церковь, ну, хотя бы в моление. Вот. Ну, дело в том, что купил только в последний день молитвослов. Вот. И в прошлый раз купил то же самое, ну, сходил в моление в этот раз. А когда я вот здесь, допустим, да, я мечтаю просто сходить в церковь. Стоять, подумать. Вот. Здесь раньше, раньше здесь в Авердине была церковь, да, и было такое, ну, они там, у них там маленький был там помещение такое маленькое на втором этаже, да. И, ну, там действительно там было. Даже приезжали какие-то очень большие батюшки с Россией. Я видел такие расписанные золото. Ну, я считаю, ну, как, я про себя говорю, вот, маскалаты такие. Вот. Такие вот приезжали. Вот. Потом, а потом вот тоже был вот на Пасху я, у нас так, русский магазин, и там вот расклеено богослужение там, пасхальное состоится там-то там. И дело в том, что последний раз, когда я пришел туда, ну, как, посмотрел, это богослужение оказалось в католическом храме, ну, в старом католическом храме. Священник приехал из Гвазга, какой-то священник, он уже прибежал, ну, он выбежал, как проповедник в костюме, сказал, извините, там пробки на дорогах, там действительно холодно было, да. Он опять убежал, он буквально чуть не перед народом переоделся, вот, брясал, ощущение такое, вот, более-менее православное. Ну, тогда вот, тогда уже, начиная, начал понимать, что здесь что-то не то. Здесь действительно, здесь, ну, здесь нет благодати, вот, там, на Западе нет, абсолютно. Абсолютно, и пусть все люди думают, что здесь хорошо, да, здесь будет хорошо, ну, буквально, все ждут чего-то. Дело в том, что, вот я говорю, Запад такой пикет, когда Россия упадет, я так люблю Россию, я был в России буквально, сколько, я один раз был в Питере, я потом проездом, потом проездом на Украину, там, лихие 90-е, там, торговый оттушен, ну, такой, прогорел, как есть, вот. Ну, я, я, для меня это, я не знаю, это просто, ну, мои предки, моя бабушка с Сибири, вот, по поводу отца я не знаю. Ну, а кто, 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 кто тебе, кто тебе мешает вернуть, вернуться в Россию на исконную Родину свою? Соберись и приезжай. В последние времена в России будет спасение все, все люди верующие будут стекаться, именно христиане будут стекаться в Россию, потому что, ну, не будет возможности уже ни в Европе в этой, не будет возможности, там начнутся притеснения, гонения, уже на работу ты не сможешь ни исповедовать Господа, ничем, ни крест носить. Ну, я слышал там у вас, и даже со скорой помощи сняли знак креста, что уже... Ну, это в Израиле. ...кресты запрещено. Сейчас здесь, да, здесь... Я вот все время думаю об этом, ну, вот, как-то стартануть трудно, понимаешь, просто все бросишь и все, знаешь, вот. Вот это вот. А надо просто Господу помолиться, и Господь все управит. Он и покажет место, и все. Не надо искать какие-то, эти самые, ну, роскошных таких мест. Сегодня к простоте надо стремиться. Все, к простоте спасения. Мы, как бы, мы даже Господу уподобиться. Он Господь, он как пришел, он в одной хитоне ходил, и в сандалиях на босу ногу, и не знал, где чего есть, и где чего ему спать, и все. Не заботился о завтрашнем дне. Все не как христиане некоторые делают, но верующие полагаются на Господа. Он просто едет, и все, и Господь ему устраивает все дела его. Я вот знаю, Сергей, я вот, ну, пока что, ну, как бы, на себе считаю, что я обязан, допустим, матери помогать, помогать матери, там, деньгами и все такое, ну, там, ну, там дом большой, там дом отец, царство ему небесное, выставил большой. Ну, ну, постоянно надо деньги, деньги, вот это вот, ну, хоть и старец, да, ну, не стараюсь помогать больше, да, ну, просто больше, чем... Володь, ну, выход-то есть всегда, смотри, нас просто отучили к простой жизни, отучили, нас что-то приучают думать, что-то где-то, искать какие-то заработки, учиться на что-то. Ну, земля, она свободная. Ты приехал, посадил картошку, там, помидоры, огурцы, перец, да, все, деревья плодоносные посадил, и все, и тебе достаточно для жизни. Зачем что-то придумывать? Господь нас не будет спрашивать вот за то, что там, на короле всегда мать можно, и тысячу способов, тысячу условий. Мы вот сейчас живем уже четыре месяца в деревне, я бы никогда бы отсюда не уезжал бы ни за что, сейчас бы были руки-ноги, да я бы врушил бы эту землю, пахал бы день и ночь, я не знаю, такая радость. Я вот тоже подумываю, я абсолютно городской человек, как говорится, человек, представитель каиновской цивилизации, да, как говорит Катасонов, вот, но я вот тоже подумываю, там, ну, где-нибудь там земельку прикупить, да. Вот, ну, я вот не знаю, вот у меня вот друг есть тоже, да, он тоже землю купил, он в Германии работал, вот, тоже вот, ну, в принципе, дальше будет понятно, там, неизвестно, что, ну, вот, бесовское вот это вот, все вот это вот, идет как там. Постоянно вижу все это, понимаешь, сейчас неизвестно, что дальше будет, как уберечься от него, понимаешь, потому что у меня вот паспорт уже сатанинский. В 2008 году брал, там вот печатки пальцев, все уже там, и шестерки, и все вот это, и, знаешь, и чип уже там есть, уже латвийский паспорт, да, вот. И уже метко поставлено, получается. Еще пока не поставлено, а вот и выбор предлагается. Иван в откровении так и написал, имеющим ум сочти число сберия. Вот, когда ты не сможешь уже без этого ни покупать, ни продавать, понимаешь, вот, когда тебе предложат под кожу что-то поставить, все, тогда спасения не будет, понимаешь, а это приближается с каждым годом. Это, возможно, осталось год, ну, два, ну, три года осталось. Ну, что высиживать до последнего, надо сегодня, сегодня просто искать места, как говорится, и бежать, бежать из этих мест, в те места, где еще в России, допустим. Ну, Россия далека от этого еще. Ну, потому что у нас, во-первых, народ такой, ну, как бы, он далек от этого, от технологий, от каких-то. Вот, сегодня у нас даже 30-40-летние люди, много таких, которые не приемлют это, они не из-за того, что они христиане, а просто, ну, как-то на подсознательном уровне это и все отвергают. А европейцы, они, наоборот, ратуют за это, чтобы поскорее и поскорее все. И вот, Сергей, да, я тоже, там, говорю, вот, для всех, там, любителей Европы. Вот, газета есть такая, и в интернет-формате, и в бумажном формате, наша в Англии, да. И просто там на сайте там написано, не-не-не, не волнуйтесь, ребятки, там, по поводу Брексита. Никто вас выгонять не будет, но где-то в 2018-2019 году надо будет пройти... Что, геометрию. Биометрию. Что это такое, это вот я всем советую почитать книгу Ли... Ли фон Паль, Ли фон Паль. Дело в том, что это творческий коллектив такой, да, российская книга, он просто называется «Всегатронное оружие». И там все это понятно. Там... Ну, это, если проще сказать, оцифровка. Оцифровка человека, не только оцифровка человека, гораздо более страшнее. То есть каждый человек имеет, он, ну, как сотовый телефон, он имеет свой номер, а каждый человек имеет свое определенное микроволновое излучение. Так вот, уже технологии дошли до того, что они уже считывают вот это вот. Ну, и можно абсолютно влиять на мысли человека, на все. Вот, дай бог мы, я, дай бог пока не коснуться, но уже много свидетельств. В интернете есть такое, что действительно можно управлять человеком через мысли, считывать олухи, стирать сознание, заправлять новое какое-то сознание. Это вообще страх, наконец. Но вот я думаю, что вот эта геометрия, это... А чип – это просто как слежение, и все. А геометрия, главное, самострашная. Ну, конечно, сегодня имеющий вот этот смартфон или современные гаджеты, как они называются, я не знаю, ну, вот эти вот квадратные коробки, да, ты уже, нося его в кармане, уже подверженность ему, и через него уже могут тобой управлять, говорят. Это да, но дело в том, что вот вот эта книга «Психотронное оружие», да, я сначала почитал, я немножко там описываются случаи вот именно после вот ГКЧП, когда непонятные такие смерти вот именно вот высших чиновников. Вот. Непонятные. Главное, что интересно, что маршал вооруженных сил, если даже он хотел покончить самоубийством, он бы пустил в себя пулю в лоб, как офицер. Он почему-то вешается на батарине. Вот такое вот. Ну, и потом тоже есть некоторые случаи, и потом случай такой, что действительно человек абсолютно... И вот дело в том, что у каждого, так как у каждого человека свое биополе, когда вот этот компьютер в Бельгии, как его называют, зверь, что ли, вот, animal, да, и вот когда он включится, да, вот когда будет полностью биометрия всех людей включена, просто каждым человеком просто можно будет управлять абсолютно его мыслями, его чувствами все абсолютно будет на виду, абсолютно. И вот это страшно. Просто вот я вижу, что надвигается, и я не знаю, но вот это вот... Тебе страшно, а мне абсолютно не страшно. Я знаю, что рядом со мной Господь, Он не попустит мне этого. Он мне этого не попустит. Надо уповать просто, уповать постоянно. Я люблю Его, а Он любит меня. Как Он может своему любимому допустить вот это все? Это невозможно. Надо уповать просто, уповать полностью, постоянно. Постоянно думать, вот... Ну, уповать и в то же время действовать, понимаешь, мы своими, опять же, должен произойти какой-то выбор. Вот когда предложат вот это вот начертание, да, когда нельзя будет ни купить, ни продать, тогда она станет час икс, особенно вот у вас в Европе. В России-то будет по-другому, я думаю, проходить. В России еще быстрее проходят. Ну, конечно. Это вот, как серьезно этим? Еще быстрее, чем в Европе там? Не, ну, в России слишком много таких ортодоксальных христиан, которые восстанут, их просто миллионы. И миллионы за ними подключатся. А Европа-то, она в Америке. В Америке много христиан, которые против этого восстают сегодня. То есть собираются большие митинги. И причем Америка готова подавлять вот эти восстания. А Европа полностью покорена. Она уже давно покорена. Вот я вот тоже, да, вот в прошлом году, в 2016 году, там, полипремьер-министр, там, Норвегия, или, ну, одной из этих садоматзотических норгических республик, да, объявил, что для нас приоритетное то, что у нас православие, это, то есть враг еще по-высшему магометанства. Да, враг номер один. Это было объявлено. И вот сейчас вот этот ажиотаж с фильмом «Матильда», да, да, это, конечно, это страшно. Это страшно, что ему особое место в аду определено, да. Но дело в том, что на, вот на этом, я вот хочу сказать всем вот неязычникам, пожалуйста, ну, вы, ребятки, ну, как вы думаете, кто этот человек, который там затолкал свой автобус там с газовыми баллонами, вы думаете, что он христианин, православный, да бросьте его. И сейчас, я вот думаю, что пойдут все такие провокации, чтобы, чтобы действительно разделить людей на людей. Одни коммунисты, ну, допустим, у меня коммунизм уже зреет, все такое, да, и православных. Вот я хочу, чтобы, вот, что, ну, я не знаю, ну, ребята, хочу обратиться просто, это просто сделано ради того, чтобы разделить людей, как вот разделили Украину, как вот все вот это вот. Это не они делают, Володь, это мы читаем откровение, возьмем откровение, откроем и посмотрим, каким духом это делают. Люди, не имеющие Духа Христова, они имеют Дух Антихриста. Невозможно находиться в подвешенном состоянии. Человек или в том духе, или в другом духе. Вот, сегодня готовится пришествие единого правителя, который должен объединить, стать лидером всего мира. И только на это все заточено, вся политика всех стран сегодня на это заточена. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Ты знаешь, вот так вот, не знаю, советую, ну, сам себе вот вдохновляю. Я вообще по натуре трус такой, знаешь. Но я вот себе вот постоянно, вот если сдохнуть, ну, только помереть, не только за Христа вот, и вот постоянно себе вот накручиваю такое. Потому что знаешь, что по-любому, там выбор придется сделать в последние времена. Только вот так хочу, чтобы... Не важно, мне уже все становится неважным, говорится, знаешь. Вот именно вот, если умиреть, то достойно. Вот так, правильно. Зачем думать о достойной смерти? Смерть подает, опять же, Господь. Вот. И никто не знает, как Он будет умирать. А смерть, она... Это последствия нашей жизни, да? Вот. Нам надо думать, как мы проживем сегодняшний день. Причем не завтрашний, не вчерашний, а именно сегодняшний день. Чего я сделал для Господа сегодня? Потому что ни завтра, ни вчера его нету. Понимаешь? Есть только сегодня. Другого не существует. Вот каждый раз, ложась спать, допустим, помолился Господу, вот перед Господом становись, да, вот как перед отцом, как перед учителем, и преклоняй голову, и говори о том, что ты сделал сегодня. Понимаешь? Спасибо, Сергей. Кстати, вот действительно мне дал немножко такое напускное. Хотя оно и было у меня в голове, знаешь, ну, все-таки... Я такой человек, такой ведомый, знаешь, нужно, чтобы кто-то мне что-то подсказал, сказал там. Вот. Я потом сделаю фотографии, вот тоже, опять-таки, маленький городок. Где-то, ну, население там не более 20-ти. Ну, как я уже говорил уже, что все уже кресты сняты. Ну, ходят, где еще кельтские остались кресты, там, где-то там, наверное, на памятниках. Вот. Центральная ратуша, да, она вот такая огромное кольцо и посредине ратуши. Мало того, что вот именно мозаичные окна на них, эти циркули, треугольники, все-таки такое, да. Но уже открыто на обоих... Я сделал фотографию, потом вышлю себе. Вот. Просто вот огромная звезда Давида, вот это вот, не знаю, ну, как, пришествие, пришествие у Господа. Она была актуальна, конечно, вот в Ветхом Завете, когда ждали прихода Мессии. Ну, сейчас, ну, понятно. И огромная такая на всех сторонах вот просто вот эта вот, именно вот храма, вот эта вот Далица. Это просто ужас. И просто вот я приехал, друг к другу, да, и мы немножко поездили. Маленький городок, 20 тысяч, где-то население. И там, как минимум, три каких-то масонских ложа, начиная от роторей там клуба и качая там вообще там. Ну, я говорю, давай сюда поедем, поедем, смотри. И вот просто, вот, я не знаю, ну... Ну, а что, ну, а в этом нет никакого секрета. Папа Римский публично заявил о том, что секта Хаббат, по-моему, селедарного, вот так вот. И он их называет как раз своими старшими братьями. Ну, я считаю, что это секта Хаббат, эти Хаббатники, да, ну, это просто, опять-таки, инструмент, который может когда-нибудь, антификис может даже и просто возьмет и пожертвовать. На самом деле, гораздо, там, высшие силы стоят. А то, что у нас на виду, вот эти вот, ходят в шляпах, такие эти, знаешь, бесы, ну, это просто бесы низшего уровня. Управленцы такие, знаешь, низшего уровня, мне так кажется, мое мнение. На самом деле, те люди, которые, вот, действительно, всеми этими управляют, они далеко не свет. Это, это не люди управляют. Это бес. Эти управляют, именно духи управляют. С самого низа. А люди, они как слуги, как исполнители. И вот, вот почему для них так важно, вот почему вот именно вот что-то происходит, какие-то катастрофы, что-то такое, почему именно на какие-то даты, каваллистические, почему им так важно это, почему начинают 11, сейчас, ну, сейчас кричат 23 сентября, что-то произойдет там, ну, может быть, там сопоставляют с андроидным этим коллайдером. Почему им так важно? Почему именно это вот даты? А потому что они хотят соотнести это со словом Божиим, еще, ну, как бы приурочить свое событие к Божьему откровению. Если откровение дано Господом, то оно уже неотъемлемо. Вот, они как бы хотят, ну, сатана-то, он подражатель, как его называют в православии, обезьяной Бога, да, и он старается подражать во всем Богу. Вот, и здесь же он хочет поступить именно так, приурочить свое откровение к Божьему и воссоединить это все. Знаешь, я с тобой, Сергей, поговорил, да, и вот теперь точно знаю, что просто надо не просто так думать и там, слушать, а просто брать, открывать вот именно ту губль, которую я нашел, у кого-то странички, и просто читать. Потому что, Сергей, то есть я много знаю, абсолютно, я, вот, знаете, много обваживал всего-чего там не хватает, когда езжу. А вот, именно, просто читать, читать, слушать, читать просто, просто вот, постоянно, вот это, мне кажется, наверное, скорее всего, да. Это называется живое словесное молоко. То есть, когда ребенок рождается, мать его вскармливает молоком. Вот эта вот книга Евангелия, она как раз является вот этим живительным молоком, от которого человек рождается, духовный человек рождается, и он возрастает от этого молока, он растет от слова Божия. А без этого молока мы просто засохнем, и все. И вот, Сергей, еще, знаешь, слушай, вот, чтобы Бог мне посоветовали бы, святых отцов, какие книги, вот для меня, такой, фомы неверующего, такого, да, чтобы, ну, живу в грехе, это говорится, грешно, и живу в грехе. Господь укажет, полагайся во всем на Господа, Господа проси, и все, и он тебе покажет, или знаком каким-то, или напрямую, вот как ты рассказывал об этой Библии, что кинулся на полку именно Библию, и ты именно ее выбрал, ну да, и вот он тебе таких отцов подаст, каких тебе нужно. Да были такие знаки, вот были просто, видно, в последние времена, наверное, скорее всего, он больше начинает подать. Вообще лучше, я, если вот, совет такой, если дать, то сегодня, я не знаю, насколько есть у вас русскоязычные библиотеки, там есть какие-то, книжные лапки, нет ничего, вообще лучше, ну или в России, закажи, есть трехтомник такой, нет, там или два, или три тома, но по-разному, есть писание, то есть новый завет, вот, с толкованием блаженного феофилакта, вот запомни, блаженный феофилакт, блаженный феофилакт, феофилакт, ты будешь, ну в интернете сейчас найди, там можно даже купить, заказать, заказать, вот, и тебе пришлю, туда, прямо в Европу, вот, и это самое, ты будешь читать, Евангелие, и тут же каждый, каждый стих тебе будет толковать вот этот вот святой отец, блаженный феофилакт, то есть тебе будет это открываться в полноте, понимаешь, как это понимать, как толковать это все, то есть там гораздо понятно все, то есть это понятнее, нежели ты сам будешь читать писать, ну в принципе, все так просто, все просто, все просто, просто, да и вообще, да это как для, я не для трехлетнего ребенка, да, это все просто, просто наше разумение, отказывается понимать, что это все просто, это все, вот, да, да, просто, мы и так поглядем в грехах, просто действительно, что люди отказываются понимать, или как там Энтони Хопкинг сказал, там, перефразируя его слова, да, что хуже тот человек, который не хочет слышать, чем тот, который не слышит, то есть, тем тот, который глухой, и вот здесь люди везде такие, мне абсолютно, мне абсолютно нет, ну нет, собеседников, да, с кем поговорить, абсолютно, я как-то вот, я не знаю, я стал действительно вот, за каких-то пять лет, я стал другим человеком, я был абсолютно другим, я действительно, я... Благодари, благодари за это Господа, что Господь коснулся сердца твоего, ты посмотри, сколько людей ходят, и им все равно на Бога, понимаешь, а Господь коснулся, начинай любить уже за это, что ты избран Господом, что перс Господень коснулся твоего сердца, понимаешь, миллиарды людей ходят, и этого не имеют, то, что ты сегодня имеешь, уже за это можно полюбить его всем сердцем своим. Да. Это, конечно. Это кое-что, понимаешь, Сергей, как вот этот сто-тонный паровоз, каким сейчас я выглядел, остановить, то ли, блин, знаешь, и Господь какое-то остановление пришлет, ведь ничем не болею, все нормально, все хорошо, все живу, понимаешь, все, вот, понимаешь, все хорошо, и вот, вот это тут надо, точка отсчета нужна, понимаешь? А это время, это значит, в миру существует, в миру есть вот такая, можно сказать, или притча, это, как говорится, шанс дается один раз, да, его нужно не упустить, вот так же и Господом, Дух Божий, он касается очень так аккуратно, очень тихо, очень нежно касается, ты главное его не отвергнуть, понимаешь, вот, зерно посеяно, взращивая, вот все, в твоем сердце с сегодняшнего дня, допустим, посеяно зерно Божие, все, начинай его взращивать, вот этот цветочек, поливай каждый день, поливать чем его можно? Его можно поливать Словом Божиим, а укреплять, утверждать делами, понимаешь, то есть делами показывай Господу, что ты его любишь, делами люби к людям, вот, опять же, говорить надо о Господе, ходи, говори о Нем, что есть на сердце, то и говори, скажи, вот, у меня есть Господь, который спасает, который дает спасение от этой жизни, от этого мира, что мир идет погибеть, скоро мир сгорит, скоро мир погибнет, а спасутся, останутся лишь те, которые любят Господа, и все, и этих простых слов достаточно будет людям, что может быть один из сотни, из тысячи проникнется, понимаешь, вот, вот что от нас ждет Господь, вот этих дел ждет Бог от нас, это и есть дела любви к Богу. Сергей, спасибо тебе большое, я, может, когда-нибудь еще тоже с тобой позвоню, поговорю, еще скажу, как что, как изменения какие там произошли, не буду больше задерживать, можно позвонить, когда-нибудь, я так немножко фотки сделаю, все там, уже как-то, знаешь, объясню ситуацию, как говорится, так уже, знаешь, наглядно покажу, что, что это, конечно, что запад, это, конечно, люди не думали, потому что, если падет Россия, запад падет, за три дня после этого, это мое мнение, это однозначно, пока жива Россия, жив запад. Посмотрите на этот камень, он очень долго пролежал в воде, но она в него не проникла. Смотрите. Совершенно сухой. То же самое случилось и с европейцами. Многие века они были окружены христианством, но Христос так и не проник к ним. В их сердцах Господь не живет. Мне важно, больше всего интересует спасение моей души. Все, больше мне ничего не интересует. Мне важно, как это, кто говорит-то, я уже не помню, кто-то известный, православный, говорит, что со мной будет завтра, если я умру сегодня, да? Все, у меня должен один вопрос интересовать, что завтра будет со мной, если я сегодня умру. А то, что будет здесь, представьте, вот ты сегодня умираешь, и что тебе до этого мира, да? Вот тебе абсолютно уже не интересен. Я могу сказать одно. Не говорю про сестру, а говорю про своих знакомых и про меня, да? Здесь, кто сюда приезжает, лучше не становится. Просто, я не знаю, здесь дух какой-то. Дух что-то, дух сижательства такой, все вот такое. Все здесь как-то по-другому. Нет, здесь такие, знаешь, как везде там, по телевизору, там вот эти вот резиновые улыбки, все такое, how are you, там, кончено, схлопнул. Единственное, что вот старые люди, старые, вот с кем интересно поговорить, вот я вот говорил со старыми людьми, да, и общался с ними. Это действительно, это люди другого поколения, эти люди нашего поколения, вот именно нашего, совкового, так скажем так, ну, насколько я его помню, сам опыт, да, поколения, вот даже один такой случай, мы остановились у магазина, рано утром, это где-то, часов 8, где-то утра, да, мы собирались ехать там на ярмарку, и остановились, я вышел, у меня солнечный день, вышел там, у меня стекло немножко, ну, грязно, вышел, тряпочка притереть там, все это стекло там, да, и бабушка выходит такая, очень старенькая, она чуть не с палочкой там уже, там, ну, так, говорит, вы, вы, зайдите во двор, я вам дам шланг, вы помоете машину, ну, вот это, представляешь, вот, как вот это трогательно, вот это, ну, я не знаю, это, ну, сейчас, особенно молодежь, особенно, ну, не знаю, здесь вообще, здесь, здесь очень, вообще так вот, знаешь, когда смотришь, когда ребенок, ребенок, знаешь, детки такие, знаешь, ну, по лет 10-12, бегает, и он, так, палец к тебе направляет, так, так, застрелил, вот, это нормально, но, так вот, где-то куча, реклама, это реклама постоянно, вот эти вот, на всех счетах, всякие, непонятные, ну, там что, звезды нет, я помню, что, мой маленький еще, мам, не надо, волонть, волонть, оставь это вообще, не думай об этом, не надо, не, ну, это не спасает душу, то, что происходит вокруг, это, саргироваться, помню, ну, конечно, а что ты делаешь, ну, рекламы, ну, пойдешь, ну, сломай этот щит, рекламный посадь, нет, я на это не пойду, конечно, ну, просто, ну, и все, и пускай, этот мир приготовлен к сожжению, к огню, он приготовлен Господом, вот, этот мир, он все, он пробует Богом, и он, как говорится, катится по наклонной, когда будет его падение, мы не знаем, ни дня, ни часа не знаем, но, мы знаем, что с каждым годом будет становиться все хуже и хуже, как хуже будет становиться, нас не должно интересовать, христианину должно, единственное, меня интересовать, это спасение его души, где я буду после смерти, все, других вопросов нет, и надо искать, ставить себе перед собой задачи, единственная задача, как мне спасти свою душу, все это в общении с людьми, друг с другом, должны люди общаться и узнавать, вот, христианин должен любить увлечение, вот, христианин спрашивает друг у друга, что во мне не так, что я должен исправить сам себе, вот, мы должны наставлять друг друга в любви, вот в такой, вот, найди такого человека, который рядом с тобой, спроси, ну, скажи, скажи мне откровенно, что мне нужно исправить в себе, что я делаю не так, я бы с удовольствием, я ищу, в каждом человеке, вот, на работу приход, пришел болгарин один, да, по-русски хорошо понимает, он даже, когда там тест, там, драйв-тест прошел, там, ну, там, тест на это наводил, там, начальник у него, он даже перекрестился, думаю, ну, так, может, если не будет, да, нет, что-то, ничего, там, да, ладно, это все ерунда. Дело в том, что, может быть, через твой канал тоже, может быть, может быть, вот, именно, вот, подскажешь мне, созвонимся, или, там, спишемся, да, может быть, в Англии где-то есть, такие вот, как я. Есть, для найти. Есть, Не знаю, ничего. Ну, как-то вот, ну, не знаю. Есть, конечно, но я просто о чем говорю, это ступень, вторая ступень. Первая ступень – это найти общение с живым Богом. А без этого ты можешь найти сотню людей и не утешиться, понимаешь, если у тебя не будет общения с живым Господом. Человек тебе не может ничего дать абсолютно, что даст тебе Бог. Твое сердце наполнить может только Бог. А человек может тебе впечатлить там чем-то, да, это впечатление, оно через минуту пройдет, и все, и ты забудешь о нем. А то, что дает Господь, это источник, он неиссякаемый. Господь говорит, иди и пей. Хорошо, хорошо, спасибо большое, Сергей. Слушай, не буду больше тебя уже донимать, говорится, своим брендом. Спасибо большое, ты действительно рад познакомиться. Пиши, если что-то такое насущное будет, пиши. А через ролик выставим, и может какие люди тебе подскажут, где в Англии кого найти. Спасибо. 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 Спасибо.